Ну что, привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим две реплики на ESP Eclipse Беленькие, глянцевые Что я могу сказать? Я понимаю, конечно, что лучший враг хорошего, но всё-таки какие-то разумные границы быть должны Обе гитары собраны почти неплохо, но вот здесь вот это самое почти, оно находится не там, где легко поправить руками на коленке А там, где, в общем-то, я не очень люблю Ну, давайте смотреть Вот экземплярчик первый Всё, хорошо, струны относительно грифа, хорошо Торцы ладов, господи, они даже зализаны, закатаны, заполированы То есть китайцы даже это сделали, но Но, сволочи, когда устанавливали бридж, сделали здесь небольшой скольчик и замазали его чем-то белым липким, похожим на обычный канцелярский штрих Ну, хоть бы лак для ногтей взяли, было бы как бы менее палево Вот, дальше Струны относительно некового датчика неплохо, относительно бриджевого видно, что вот это вот расстояние больше, чем вот это Окей, чёрт с ним, здесь не видно сердечников, это закос под EMG, на самом деле это просто пассив, просто пластиковые крышки Но, чёрт возьми, вот, хорошо, да, где-то вот здесь позвякивают лады Это не трудно, в общем-то, шлифануть под уровень Ладно, это легко сделать Здесь струны очень высоко, хорошо, занизить пазы в порожке, это тоже не проблема Но вот объясните мне, ребят, вот это вот, что за позор? То есть, вот эти вот все дефекты, вот это вот, я не знаю, там, царапины или капли, не пойми чего Вот эти вот белые штуки, это всё находится под лаком То есть, они то ли не докрасили, то ли докрасили, а потом сюда какая-то труха набилась белая, да, пыль Вот, здесь они что-то или поцарапали, или прокапали Вот, это может быть как царапина, так и ниточка клея, знаете, как когда клей-момент растягиваешь, и за ним такая сопля тянется И вот они прям поверх этого залакировали, типа, всё окей, чувак, всё у нас нормально Вот, ну, блин, то есть, им на удивление неплохо удалось даже стыковка белого цвета с кантом Хотя я всегда рассказывал, что на белых лосполоподобных гитарах это проблемное место Даже это они сделали хорошо, а вот это остальное, как бы, при косячи Ну, окей, ладно, других нареканий к этой гитаре нет И, наверное, как бы, если плюнуть на вот этот вот момент Или если там капнуть туда капельку белого лака для ногтей Или просто белой красочки поверх этого сраного штриха То я бы сказал, что вот этот экземплярчик немножечко получше Вот, хотя, ну, я не знаю, то есть, у них примерно равноценное количество проблем Другое дело, что как эти проблемы расположены На второй всё то же самое, но у нас вот с этой стороны чуть-чуть больше расстояния, чем здесь, да То есть, ну, как это можно? При том, что относительно грифа струны, в общем-то, нормально стоят Вот, зато здесь что? Здесь нет никаких царапин Но здесь вот этот вот контур в стыковке Ну, он ещё кривее Я не знаю, что это такое Как, ну, ну, чёрт возьми, ну, что там, подкрасить нельзя было Или вырезать поаккуратнее, если они это руками вырезают, а потом сюда вклеивают Вот, соответственно, здесь чуть-чуть побольше звенят лады То есть, больше надо будет вышлифовывать по высоте здесь Но здесь вот этот вот контур Ну, блин, ну, блин То есть, как будто они из чёрной бумажки вырезали ножницами, руками и вклеивали там поверх какого-то белого контура Вот это тоже, да, какие-то потёртыши Это не сверху на лаке, это там под лаком В остальном гитару можно отстроить Она работает Высота там, запас хода бриджа над грифом есть То есть, выставить струны низко и аккуратно можно Ну, высоту здесь то же самое, да Или порожек сменить, или в этом просто дозаглубить пазы Всё окей Но, блин, как говорится, да, вот почему Почему обязательно что-то должно быть коряво и неаккуратно Причём было бы больше экземпляров Была бы какая-нибудь гитара, у которой, например, здесь всё в порядке Зато здесь что-нибудь не в порядке Короче, ребята, вот такие дела Краткий обзор на обе гитары Ну, сейчас я подумаю, да, локти покусаю И решу, почём я такое готов продавать Ждите в группе